МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна перепелка в среднем несет 23 яйца в месяц всего лишь. При этом фабрика умудряется набирать 12 миллионов за 30 дней. Как вам это удается? Все начинается с этого цеха, с родительского цеха, где у нас содержится 44 тысячи родительского стада. Вот эти яйца? Они идут только на инкубацию для дальнейшего воспроизводства самочек. Перепел – это маленькая птичка семейства фазановых. Яйца несет такие крошечные, что не все замечают их преимущества на фоне куриных. Они ведь даже гастрит лечат. Производство перепелиных яиц – это, по сути, инкубационное выращивание здоровых перепелок и стимулирование их яйценоскости. Заходим в птичник. Здесь обязательно мы дезинфицируем ноги на специальном дисковрике, обработанном ветеринарными препаратами. Достаточно? Достаточно, достаточно. Мы находимся сейчас в промцехе, где происходит производство перепелиного яйца. Уже пищевого? Пищевого. Что здесь? Лаки какие-то? В основном это кукуруза и пшеница. Соль даже? Да. Есть такой миф, будто перепела не болеют сальмонеллой в первую очередь, поэтому их не лечат, не вакцинируют. Да, мы не вакцинируем. У перепелов температура тела 42 градуса, что практически исключает появление сальмонеллеза внутри яйца, как бывает на курице. А почему они лысые такие? Мы заставляем нестись в круглый год, а в природе они несутся два месяца. Питательных веществ затрачивается значительно больше, а чтобы их восполнить для яйца, им приходится жертвовать оперением. Всё-таки авитаминоз лёгкий. Даём им витамины, аминокислоты. Привычный лесной полумрак, температура сезона размножения и еда в избытке. В таких условиях перепёлка теряет ориентацию во времени и несёт, несёт, несёт. Яйца настолько биологически чистые, что даже не тухнут. А директор этой птицефабрики даже не моет их перед питьём. Ай-яй-яй-яй-яй. Ради фосфора и уникального набора витаминов. Тим, ну зачем ты снимаешь? Мы же закончили работать. Продолжение следует... Продолжение следует...